Романтические шестидесятые. Днём и ночью по Невскому Тверской и Крещатику фланируют юные граждане советской страны, готовые одеть платёжеспособных модников в дефицитную джинсу хоть с ног до головы. Были бы деньги. Стоимость пары джинсов у деловых начиналась от ста рублей и уходила в беспредельную высь. Студенты ночами разгружают вагоны. Молодые машинистки до утра отстукивают негнущимися пальцами листы левых заказов. Золотая молодёжь готова валяться в ногах у богатых родителей. Были нужны деньги, потому что были нужны джинсы. Это охотники за заграничным тряпьём. Фарцовщики. Порой кажется, ну что здесь такого? Подумаешь, мальчишки перекупают у иностранцев барахло. Но фарцовщики лишь начинают с заграничных этикеток, а кончают опасной чёрной тропой. У всех были телефонные книжки. Коля, Мясо, Вася, джинсы, Таня, бритвы и так далее. Вот Коля джинсы. Коля, есть джинсы? Тарик, сейчас твоего размера нет, но приходи через неделю. Приходил через неделю, оставались джинсы, всё, настоящие. Сотня. Дорого, надо было на сотню накопить. И получалось, да ещё и гитару нужно было купить. Либо джинсы, либо гитару убирать, что это нужно было. Постепенно джинсами обрастал город. Мои первые джинсы назывались, по-моему, Сантери, они были японские. Появились они у меня весьма оригинальным образом в 64-м году. Я учился в неплохой школе, это была школа базовая, Министерство обороны. Вместе со мной учились дети военных Аташе, шпионов, торгпредов и прочего-прочего. И они, уезжая на лето к себе, к родителям, привозили запрещенные товары, как-то пластинки и джинсы. Вот. И первые японские джинсы притаранил мне мой школьный приятель Валерка Черевко. И я их купил за рубль двадцать. Больше у меня не было денег. Одеваться у фарцовщика стало повсеместной нормой. Их презирали за выпиющую бездуховность, за невменяемые цены, но продолжали к ним ходить и поддерживать рублем. Самой стойкой, надежной и терпеливой клиентурой считались девушки. В примере вот это. Карден. У нас в Союзе две-три единицы таких. Женщины без черного рынка выглядели бы очень, я бы сказал, по-современному. Они бы ходили в телогрейках. Потому что ничего другого вообще не было. Вообще не было ничего. Ни нижнего белья, ни там каких-то там, я не знаю, ни шуб, ни обуви. Ничего, понимаете? Как они вообще жили бедные, я не представляю. Единственное, что спасало, спасало вот этот черный рынок. Кстати, вот фотографии советских улиц. Вот я вам советую посмотреть на предмет, как одевались люди. Это такая серая, безликая масса людей. Такие махеровые шапки, шарфы. Яркие, да, такие вот махеровые все такое. Вот из, может быть, из Черноборки это считалось круто, там, какой-нибудь такой пальтишка. Ну, короче говоря, только, видимо, то, что это русская женщина, давала шанс все-таки выглядеть женственно. Потому что все, что в садке делалось, все было против женской внешности, привлекательности, сексуальности и так далее. Все против. У меня появилась спекулянтка личная, к которой ходила и я. Я туда привела кучу людей. Аркадия Сакчирайкина, например, он там одевался. И Костя там одевался. Лилия Хиджакова. Ее звали Стелла. Она звонила, она таким линьевым голосом говорила. А, Леня, это ты. Это я, Стелла. Ты знаешь, девочки. А девочки это проститутки, которые каким-то образом во Францию там поехали там с кем-то, да. Девочки, багаж прислали. Ну, прямо все на тебя. Приезжай. Однажды это были мои первые джинсы настоящие, которые я купила у этой Стеллы. Надела эти джинсы, с ума сойти. Секс, пересекс просто. Я говорю, Стелла, сколько? Она говорит, 100 рублей. Ну, мы просто, знаете, ну все остановилось. Ну, какое 100 рублей, когда зарплата 86, и есть ребенок, и все. И мой муж говорит, ну, Стелла, ну почему так дорого? Она так отвечает, не знаю. Ну, я их, конечно, купила. Чем больше возрастал ажиотажный спрос на джинсы, тем более остроумные комбинации рождались в изобретательных головах тогдашних мошенников. Заплатив и без того дикую сумму за американскую тряпку, доверчивый модник мог остаться в буквальном смысле без штанов. В Москве на улице Беговая находился комиссионный магазин, где и был самый знаменитый толкучий рынок по джинсам. Их продавали в пакетах, не давая примерить, потому что продавали или из-под полы пиджака, или из сумки прямо на улице. Чаще всего за 150-200 рублей. И часто форцовщики распарывали джинсы пополам и упаковывали в пакет по одной штанине. Существовали знаменитые стишки. «Роется папа в горстке углей». Где же эти джинсы за 200 рублей? Но самый такой изысканный способ продажи джинсов – это когда была сквозная парадная. Дверь открываешь, там другая улица. На эти двери вешалась табличка «Петя Иванов» и звонок липовый. Ты говорила, что Петя Иванов унос джинсы в 100% и дешевые. 70 рублей продают их. Не за 100, за 70. Вот ты приходил, ну не я, естественно. Ты приходил, ты оттуда заспанный в майке, в трусах. Чего надо? Джинсы тащи. Давай деньги. 70 рублей отдавали. Сейчас принесет. Ну и тот, кто приводил, обычно пойдет покурить и уходил. Парень стоял, стоял, ждал, ждал. Позвонил еще. Все долго звонил, открывал дверь, а там улица. Парень стоял, ждал. В середине 60-х советская молодежь, еще вчера убегающая в приступах романтизма за туманом и за запахом тайги и бьющие трудовые рекорды на комсомольских стройках, была окончательно раздавлена снежным комом джинсомании. Потертые голубые штанины превратились в символ всего сразу. Молодости, любви, свободы, демократии, творчества. И самые продвинутые называли все это одним словом – рок-н-ролл. Ну, джинсы, конечно, это был один из символов, но, я повторяю, не таким уж и важным. Главным символом был рок-н-ролл, была музыка. По всему миру это чувствовалось. Какая-то задавленность человечества, разобщенность, глупость, бессмысленность жизни. Без бога люди жили. Рок-н-ролл дал все это – веселость, общение, очищение, прощение. И джинсы стали одним из, конечно, важных антрибутов. Я помню, был мальчиком, и я мечтал иметь джинсы. Но у нас на черном рынке они безумно дорого стоили. Это было исключено. Я все деньги тратил на пластинки. Аккуратно причёсанный комсомолец в пиджаке и галстуке в примоднённых столицах стал почти вымирающим типажом. Потлатый парень в потрёпанных джинсах и с гитарой через плечо рождал в сознании обывателей 60-х недоумение. Гитара – это был элемент, определявший твое местоположение в этом мире. Ты шёл по улице и видел на другой стороне Невского проспекта такого же молодого человека или девушку в джинсах и понимал, что это наш человек. В Соединённых Штатах джинсы считались униформой улиц и рабочих кварталов, ферм Среднего Запада и портов Атлантики. Их никто не принимал всерьёз. Никто не предполагал, что за океаном, в стране победившего социализма, идёт настоящая война поколений и за простой синей тряпки, сто лет назад придуманной баварским евреем Лейбе Штраусом. В Америке нищий эмигрант Штраус превратился в Леви Штраусом. Жизнь в восточном побережье середины 19 века состояла из лихорадочных поисков золота, скитаний, ночёвок в драных палатках, пота, пыли, грязи и, разумеется, тяжёлого труда. В ней не было понятий мода или престиж, было понятие жизненная необходимость. Штраус попытался было продать артельщикам брезент на палатке, но потерпел крах. Эмигрантская интуиция подсказывала, пан или пропал. Или найди то, что действительно необходимо этим людям, или убирайся обратно в свою сонную бедную Баварию. Старатели работали в очень трудных условиях. Мало того, что всё время на открытом воздухе, дождь, на солнце, в воде и так далее. Кроме того, они стояли на коленях, потому что промыть песок иначе очень сложно. И их брюки, тогда брюки, ещё не джинсы, они протирались очень быстро. Вот это была одна беда, вторая беда. Это то, что окраска этих брюк тоже была нестойкой. И после нескольких стирок в тех речушках, в реке Сакраменто, допустим, в Калифорнии, они уже начинали напоминать, ну, в общем-то, половую тряпку. И третий недостаток – это очень слабые карманы, они рвались под тяжестью инструментов и золотого песка. Сопоставив факты, Страус понял, что нащёпал свою золотую жилу. Штаны крепкие, не мнущиеся, не требующие частых стирка и ухода, с намертво прибитыми металлическими клёпками, карманами для тяжёлых инструментов. Предприимчивый эмигрант закупил во французском городе Ниме партию голубой саржи, которая так и называлась «Де Ним», то есть из Нима, и нашил из неё удобных рабочих брюк для золотодобытчиков. Новинка разлетелась в считанные дни. Сама идея джинсов, я считаю, очень гениальная, как говорится, идея изначально была, как придумана, поскольку это была ткань, придумана для спецодежды, для ковбоев, где нужна прочность, комфорт максимальный, и достаточно такая, как стабильность, как говорится, когда человек находился на лошадях. То есть она со всех позиций очень грамотно была придумана человеком. Страус заботился о чистоте своей продукции. Его джинсы имели массу секретов – от фирменных кожаных лейблов до гравировки пуговиц, позволявших отличить настоящий родной Левайс от дешёвых подделок. Наученные горьким опытом предшественников, другие фирмы-производители стали изобретать всё новые и новые фишки, охранявшие их патентованную продукцию от многочисленных подражателей. Эта кромка сыграла достаточно интересную историческую роль, потому что ещё много-много лет назад основатели фирм-производителей джинсов были озабочены вопросами контрафактной продукции. Это не изобретение наших дней, а достаточно давняя проблема. И чтобы преодолеть или как-то затруднить мошенникам их путь, допустим, Леви Страус стал вплетать в кромку красную нить, компания Ли стала вплетать зелёную, компания Рандлер стала вплетать жёлтую. То есть можно было по виду этой кромки уже определить, что за фирма. Классические джинсы тех лет представляли собой брюки с прямыми узкими штанинами, двойной контрастной внутренней строчкой, застёжкой на металлических пуговицах и пятью карманами. В таком виде они просуществовали очень долго. Могучую джинсовую индустрию не разрушила ни Великая Депрессия, ни Вторая Мировая Война. Именно во время войны джинсы проникли на территорию СССР с караванами гуманитарной помощи от союзников. По договору Ленд-Лиза американцы везли в воюющую страну Советов вооружение и автомобили, тушёнку и ботинки, палатки и джинсы. В стране было недомодных тряпок. Появление джинсов во время войны никто и толком не заметил. Люди были озабочены восстановлением разрушенного хозяйства. Спустя десятилетия дышать стало легче, люди снова начали улыбаться и даже танцевать. 15 прекрасных дней Московского фестиваля останутся в памяти каждого из нас на всю жизнь. Это дни, наполненные глубоким смыслом. Вместе со Всемирным фестивалем молодёжи и студентов 57-го года в детственно чистое социалистическое сознание граждан СССР ворвались иностранные безумцы – битники. Они плевали на буржуазные ценности, на английскую монархию или американскую мечту. Они были язвительны, индивидуалистичны и, главное, они носили джинсы. Я перешёл границу от несвободы к свободе. И это была пластинка на костях. Как бы начало-начал. Это как бы в некотором роде крещение рок-н-роллом Руси. Но такого бума на джинсовую одежду в конце 50-х годов в России вовсе не было. Джинсы назывались тогда техасами. Никакого другого термина для них не было. А в 60-е годы, уже после того, как на Кубе произошла революция, первый поток американских джинсов из острова Кубе плынул в СССР, хотя он не был таким значительным и достигал он, в первую очередь, портовых городов. Джинсы раньше Москвы появились в Калининграде, в Одессе, во Владивостоке, в Мурманске, в Риге и в Ленинграде. Карибский кризис 62-го года окончательно захлопнул и бестовоузскую форточку, через которую заинтересованные граждане подглядывали за течением культурной жизни на Западе. Отныне информацию, пластинки, репродукции модных художников, хитовые и импортные шмотки, в основном джинсы, Советский Союз поставляют так называемые выездные. Дипломаты, моряки, спортсмены, богемы. Я сам еще, когда был моряком, я сам покупал вещи там, за границей, и когда я приезжал в Советский Союз, я выходил в город, я удивился, что ко мне они стали относиться как к своему, они думали, что я иностранец. Я не делал это специально, я просто оделся так, как мне нравится. Вдохновение советские модники черпают из немногочисленных голливудских фильмов, часто уже 10-15 летней давности. О джинсах я помню все. У меня они стали идеей фикс после фильма «Великолепная семерка». И все пацаны, увидев Юла Бринера, который в своей знаменитой походке шагал в шикарных, синих, замусоренных джинсах, его друзья тоже, все начали шить джинсы. Я в них щеголял, просто чувствовал себя человеком, потому что запах у джинсов особый, у стиранных джинсов, да, приятный запах, они пахнут парусами, морем. И я увидела фильм про американских безработных. Они были в джинсах. Мы были потрясены. Как? Безработные в джинсах, когда джинс – это признак колоссального благосостояния. Я наехала на своего мужа, бедного. Ну и он стал собирать у знакомых, вот у кого что осталось от старых джинсов. Вот я вам клянусь, это сейчас просто плакать можно, но это же правда. И он, во-первых, стал ходить у себя в театре, в пошивочный цех учиться шить штаны. И, в общем, вот из этих вот кусочков старых джинсов он составил ткань. Вот. Вот. Видите, какой-то подарок вообще. Как любить надо свою жену. В конце 60-х джинсы уже были предметом культа. Отголоски студенческого бунта во Франции, революции в молодых латиноамериканских республиках и хипового демарша американской молодежи докатились и до нашей социалистической родины. В воздухе витало ощущение причастности к мировому заговору молодежи против родительской косности и пошлости. Клюшонные джинсовые штанины развивались над всем этим безобразием как революционный стяг. Сначала в столицах, Ленинграде, Москве и Киеве, а потом и по всему Советскому Союзу появляются первые отечественные хиппи. Их называют хиппари или волосатики. Сами себя они зовут системой. Среди них бунтующие творцы, художники, поэты, первые советские рок-звезды. Устраивать такие концерты, рок-звезды, концерты, было не очень просто в городе. Часто они проводились где-то в пригороде, там, за город, какие-то ДК. Два дня там играли разные группы, которые выходили на сцену в джинсах. Их специальных костюмов нет. Джинс – это был костюм музыканта. И публика, которая была в зале, это в основном студенты, которые приезжали из города по возможности в джинсах. Но потом они возвращались с этих концертах в этих самых джинсах, и на них по дороге нападали местные жители в большом количестве и гоняли какими-то палками, дубинами по окрестным рощам. И сам факт выехать куда-то в такой одежде, зачастую это было почти что молодежный подвиг. Мы в штабе комсомольского рейда. Здесь, кроме хулиганов, задержаны и другие нарушители. Кто это, мужчина или женщина? Мужчина. Ну, какова прическа? А этому стыдно. Он отвернулся. Когда на Невском видели человека, который шел в настоящие джинсы, за ним шла толпа. Майсмирис, майсмирис, майсмирис. Джинсы, джинсы, слыск. Ух ты, вот это да, вот дерьмо. Пожалуй, больше ничего не нужно. Пластинки Битлз, джинсы, девчонки. Три рубля в кармане и счастье, когда мой друг принес джинсы за 20 рублей польские. Ну, красивые, почти одинаковые, как американские, чуть-чуть материал мягче. Они мне были в два раза меньше. Я купил их все-таки за 20 рублей и влезал в них. Я делал в них капельное правление. Тройкин, ну, давай, давай, сынок, это вот кисть. И вот, живота, конечно, никакого не было у меня, но все равно в этих джинсах можно было с трудом поручиться все. Ну, называется джинсы. Поэтому, когда «Чутья, джинсы, покажи!» Джинсы носились нещадно. В них фланировали по центральным проспектам столиц, стритам. В них выезжали на природу, путешествовали по стране автостопа. В них танцевали, спали, играли на концертах, дрались с воинствующей урлой. Такой эксплуатации не вынесла бы ни одна ткань, кроме джинсовой. Но даже и она рвалась на коленях, протиралась на швах и загибах. В хиповой среде такие битые джинсы ценились гораздо выше новеньких и чистеньких. Хиповая мода вытеснила из молодежного гардероба практически все, что не было джинсовым и цветастым. Так одевались простые мальчики и девочки, о движении хиппи, имевшие довольно слабое представление. Хиповый антураж просочился даже в детские мультфильмы. Создатели знаменитых бременских музыкантов подсмотрели облик своего главного героя Трубадура прямо на улице. Художник увидел на футбольном матче обаятельного юношу с соломенными волосами, одетого в широкие клешоные джинсы. Образ Трубадура сложился мгновенно. Он оказался, как две капли воды, похож на того случайного парнишку со стадиона. когда в 68-м году почти все хиппари носили джинсы, особенно потертые. Они стоили, кстати, дороже, чем непотертые. И поэтому модники, покупая джинсы, в первую очередь погружались в горячую ванну прямо в них, для того, чтобы они сели по фигуре, а затем пемзой усиленно стирали их, для того, чтобы придать им поношенный хиповый вид. Ставили заплатки, вышивали цветы, отделывали низ клеша, молнии, вставили клинья в клеш, потому что многие джинсы были более старого образца, купленные в дешевых магазинах за границей. Советские умельцы засели за швейные машинки. Кто не мог купить настоящую фирму, заказывал у доморощенных леви-страусов так называемый самострок. У меня приятель подделал джинсы. Да, он сам их шил. Научил, кстати, шить меня. Вот я тоже себе джинсы делал, но недолго. Кстати, вот эту этикетку я, когда был в Германии в 90-х годах, попал на какой-то там, я не знаю, какой-то разбор, развал, какие-то там старые грязные эти джинсы валялись, отправляли как гуманитарную помощь. Я их брал, а мне все пытались поновее взять, а я брал постарее, чтобы срезать с них вот эти, вот эти, вот эти лейблы. Маленькие вот такие лейбочки, знаете, врань, дизель, там вот, даже без двух этих, без двух, вон, заклепочек, но это все равно интересно. Это был парень в школе такой, по мере, наришных. Он за ночь обуживал брюки классу. Он заставлял его одевать их на левую сторону, сделал наметки так до конца, потом аккуратно снимал и прострачивал как-то, как раз, и потом уже было в них трудно, но около входа в школу стояла заведующая. А ну-ка быстро расшить, расшить эти ужасные, как даже, кальсоны, я мальчик в школу не пущу. Существовало очень много поддельной джинсовой материи. Ее делали разным способом. Например, в метрах покупали наждачную шкурку, которую печатали на хлопчатой бумажной диагонали. Вываривали ее в кипятке, и когда сам песок от наждака осыпался на дне кастрюли, вытаскивали эту ткань, которую окрашивали в синий цвет анилиновым красителем, и искусственные портные, а такие существовали в СССР, строчили поддельные джинсы, и таких было немало. Особенно специализировался на этом армянское СССР. Из Еревана шли самые хорошие, о-ля-ля, поддельные джинсы. Качество подделок было тоже очень хорошим. И я в то время работал в институте швейной промышленности, и к нам на экспертизу принесли одну пару джинсов, которая была изъята у фарцовщиков, как раз с фирмой Монтана. И мы убедились, я тогда еще был молодой специалист, и непосредственно не принимал участия в анализе, но те, которые были обличены этой функцией, они убедились, что ткань, строчки, все это было сделано на совершенно нормальном уровне. Способы обработки ткани, применяемые советскими талантливыми умельцами, не могли бы присниться в кошмарном сне ни одному западному джинсовому магнату. Джинсы варили ночами в больших бабушкиных кастрюлях, чтобы сделать дешевую ткань, похожей на классический голубой левайсовский деним. Их украшали ворованными лейблами, которые срезали у зазевавшихся обладателей фирмы, ну, прямо в городском транспорте. Их расстреливали дробью, чтобы на штанинах появились специфические дыры в стиле милитари. Все джинсы в СССР имели ровно три жизни. Первая в виде джинсов, вторая в виде шортов, третья в виде джинсовой сумки, которую из этих шортов перешивали. Носили их до самых дыр, на коленях и между ног. До того, пока они не рассыпались совсем уже в конец, джинсы очень ценились. Советская легкая промышленность пребывала в глухой обороне до конца 70-х. Джинсы у нас не выпускали принципиально. Считалось, что советский человек не падок на соблазны западной моды. Кроме того, тогдашние ГОСТы вообще запрещали производство линяющих тканей. Однако ближе к Олимпиаде стало понятно, что надо соответствовать мировым стандартам. Около 16 тысяч самодеятельных и профессиональных артистов, спортсменов приняли участие в красочном представлении на большой спортивной арене. Олимпийские игры в Москве открыты. И вот в 1978 году появилось первое и единственное отечественное предприятие, выпускающее наши собственные советские джинсы. 120 километров от Москвы. Маленький городок Вирия. Население 3000 человек. Именно здесь была подготовлена и реализована наша собственная идеологическая диверсия, призванная подорвать авторитет проклятого Запада в народных массах. Вот основной корпус, третий этаж, где шили знаменитые вирейские джинсы. На этом месте раньше была сапоговаляльная фабрика. Сапоговаляльная, но вообще-то это изготавливали валенки. Их прекратили уже после войны изготавливать. Все джинсы, которые изготавливали, на третьем этаже. Работал лифт. Вот его отсюда не видно. Отправляли все в подвал. И вот в подвале шло накопление вот этих вот тысяч и тысяч джинсов. В самой Вирие настоящих американских джинсов и не видели. Модели спускались сверху, из главка. На предприятии их дорабатывали и превращали в реальные вещи. Даже сейчас еще лекала находятся в цехе. Лекала, вот на них написано полочка, спинка, размеры, подставка для катушек ниточных, объявление не включать, работа на линии. И вот это Эти джинсы стоили всего-навсего 30 рублей. Очень просто было выдать для непосвященных за фирменные, конечно, эти джинсы. Потому что многие не видели фирменных джинсов. И такие случаи, когда перебивали и в том же магазине, я сам видел тоже не один раз в комиссионных магазинах, когда чисто верейские джинсы, чисто такой вот верейский материал. А всяк-то лейб там буквально разных фирм, каких только там не вешали и не изготавливали. Естественно, цена увеличилась многократно. Два-три раза, четыре раза. Я не хочу сказать, что это плохие джинсы. Но, конечно, мы сейчас видим, что все-таки материал это немножко не тот. Ткань называлась орбита. Плотная, синяя, даже линяет. Вроде совсем как у фирмачей. Но все равно что-то ей не доставало. Как ни три, как ни вари. Беловатый оттенок никак не желал превращаться в благородную голубизну. Но на безрыбе и рак рыло. Поэтому верейские джинсы любили, несмотря ни на что. Наши джинсы приобретали, добавляли свои логотипы, какую-то кнопочку, какую-то где-то строчку, какой-то вот брелок. И продавали дороже. Годы застоя катились медленно, скучно и безнадежно. Вчерашние бунтовщики, хиппи и рокеры повзрослели и даже успокоились. Джинсы перестали быть символом протеста. Однако достать их по-прежнему было непросто. Верейские джинсы не котировались. Их носил пролетариат или простачки, которые не имели ни денег или не умели доставать или пробивать. Фирменные джинсы стали символом классового неравенства. Теперь их носят советские нувориши, модная богема, золотая молодежь. В джинсах ходит икона и совесть тогдашней интеллигенции Владимир Высоцкий. Каюс, каюс, каюс! Ну, он пришел на репетицию Гамлета. Марина Владя была в зале, сидела на балконе. Он надел не свой репетиционный, ну, в костюме, ну, репетиция была. Одел рыжие, какие-то вельветы, типа джинсы, из вельвета. Ну, любимого видел и начал ругать присутствием Марина Владя. Она сидела на балконе. Ну, он начинал обиделся, потому что, как бы, унизил его. Ну, нет, может быть, неумышленный. А может, и верно, потому что чего приходить на репетицию Гамлета в рыжих каких-то... Он сказал, ну, в джинсах, да. Подростки и даже взрослые сбиваются в компании по признаку наличия или отсутствия джинсов. У кого они есть, тот хозяин мира. У кого нет, безнадежно неудачник. Мне их подарил отец, когда я... Это были джинсы Леви Страус. Настоящие, но поношенные. Потому что... Ну, в общем, я не знаю, почему. Короче говоря, почему-то он мне решил сделать подарок. Я учился к классе в седьмом. Но я был единственный молодой человек в таких джинсах. Я тут же понял, что все девушки мои просто сразу. Да собачья чушь. Если для кого-то это было мечтой, то это их личная трагедия в жизни. Потому что мечта купить джинсы вообще настолько плебейская. Привет. Похоже на Надю. Смотри-ка, в джинсы уже облачились самые отсталые слои. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В моду вошла варенка. Штаны из вываренной ткани с белыми полосами, заломами и более сложными узорами. Я из Индии привезла... Называлось это варенка. Значит, это вот несчастные индусы. Они варят. Я видела, как они варят. И я привезла эту ткань и такой кусок, что муж мог шить джинсы. Мне, себе и ребеночку нашему. Он все это шил. Но оказалось, что индусы так наварили, что когда мы сели в этих джинсах, то вся наша семья уже встала практически без джинсов. Они все разъехались. Это была колоссальная трагедия. Знаете, просто ужасающая. Покупалась обычная бытовая стиральная машина. Причем подешевле, потому что она разваливалась буквально через несколько месяцев после этой варварской обработки, которую в ней вели. В машину загружались джинсы и загружались шарики из пенопласта, пропитанные хлоросодержащим раствором. Хлор воздействовал на ткань, разрушая, естественно, не только краску, но и саму структуру нити. Поэтому джинсы, на первый взгляд, выходили вроде бы чуть-чуть похожие на западные, но на самом деле уже структура ткани была нарушена и носились такие джинсы буквально 2-3 месяца. И затем количество дырок превышало площадь неповрежденной ткани и их вырасывали. Через какие-то несколько лет страна вместе со своими привычками странностями, традициями, слабостями вместе с могучей мифологией и героическим прошлым ушла в небытие. Эта система деградировала сама. Народ вышел на улицу и кричал «Долой коммунизм!», просто обезумев от талонной системы очередей унижения и беспредела. И вот за последние годы этот бизнес превратился в какой-то такой шокирующий бизнес. Поскольку джинсы стали предлагать как нарядные одежды, с перьями, с воровски, расшиты, вышиты, перешиты, ободранные, передранные. То есть вообще исчезло ощущение комфорта, появился быстрее такой какой-то вызов. Совсем недавно появились так называемые джинсы мусульманские. Это одна итальянская фирма разработала джинсы для мусульман с специальной конструкцией, со специальными карманами, особенностями и так далее. Так вот, все джинсы мусульманские прошиты зелеными нитками, потому что зеленый цвет присутствует на большинстве флагов мусульманских стран. Да, я помню, я работал в американском ночном клубе на Бродвее. И туда приходили богатые такие леди на концерт. Там шоу было, мюзик. Они приходили, у них пик мода был. Это джинсы, норковое манто и кеды. Это просто такая мода была. Вот эта одинаковость, унылость и какая-то массовость, которая запланила улицы всех городов мира, где бы я ни был, джинсы, 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 кроссовки, 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 майки, майки, майки. Такое ощущение, что человеку больше нечего надеть. Бунтарская геройка ушла безвозвратно. Не о чем мечтать и не за чем гоняться. Только ветераны джинсовых 60-х все так же хранят в памяти свою веселую, тертую, рваную юность. Свою голубую, как фирменный левайз, мечту о свободе. Свою голубую, как фирменный левайз, мечту о свободе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok